МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Главная тема выпуска. Мятежная неделя. Акции протеста, сотни задержанных, женщины в белом на улицах и пресс-конференции в горосполкоме, как это было в Бресте. Онлайн-работа между представителями бизнеса продолжается. Очередная контактная биржа в формате B2B прошла в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Злободневная тема – алкоголизм. Как не попасть в лапы зеленого змея и не оглядываться на прожитую жизнь, с сожалению, наши корреспонденты пообщались с пациентами наркологического диспансера. К Беларуси сегодня приковано внимание всего мира. Столь масштабных митингов и акций протестов в нашей стране еще не было. Белорусы – народ мирный, но за неделю поменялось многое. На улицы городов Беларуси вышли тысячи людей. Мирные акции переросли в акции силовые. Где та грань между миром и войной? Грань между протестами и нарушением закона? Увы, Брест сия доля не миновала. Каждый из нас с болью воспринимает все происходящее. Каждый человек думает лишь об одном – что же будет дальше? И, кажется, от мыслей и размышлений взорвется мозг. Журналисты каста особое. Им нужно быть впереди. Им нужно знать все, поскольку они освещают то, что происходит. На этой неделе в среду по инициативе мэра Бреста Александра Рогачука прошла встреча руководителей предприятий и организаций с журналистами и блогерами ведущих СМИ города. Вопросов, как и ответов, было много. О задержании протестующих, об их месте нахождения сегодня, о том, когда выпустят тех, кто сегодня находится в СИЗО и РУВД. Один из волнующих журналистов вопросов – задержание Станислава Коршунова, корреспондента «Тутбай». Я сказку знаю под Миндарнома и мои коллеги его знают под Миндарнома. Не думаю, что он представляет какую-то опасность для правопорядка, для города, для области. То есть, в целом, вы можете его сегодня... Подождите, я все, что могу вам не обещать, а констатировать ответ на ваш вопрос, что по возвращению с пресс-конференции я изучу обстоятельства и вникну, как говорится, в дальнейший процесс рассмотрения данного материала. Я вам говорю, что я вернусь и изучу этот материал, и изучу все обстоятельства, которые там прописаны. Виктор Павлович, вот смотрите, вот список журналистов, да, под номером 8 Коршунов Станислав Аркадьевич. То есть, в принципе, мы тоже его ждали. Хорошо. Ничего личного. Спасибо за такой ответ. Мы надеемся, что все-таки эта проблема разрешится. Реально, вот эти события, которые происходят в Бресте, произошли, они в том числе, конечно, воздействуют и на меня, как на руководителя. Я был бы просто абсолютно неправ, если бы я сказал, что ничего страшного, как работать, так и будем работать. Во-первых, я убедился в здоровом, нравственном составляющем ядре наших горожан-брещан. И то, что мы увидели, радикальное проявление, это разберутся правоохранители и судебные структуры. В подавляющем большинстве брещане – это хорошие, красивые, замечательные люди. Но, с учетом того, что вы говорили, конечно, мы, городская власть, сделаем нашу работу еще более прозрачной, еще более диалоговой, вот в том числе в этом зале, это я вам обещаю. И вот сегодняшняя встреча, это же не столько пресс-конференция, наверное, как наша встреча, да, это начало вот этой работы. Я говорю в пределах своей компетенции о городе Бресте. Вам просто это обещаю. Что касается Станислава Коршунова, я с ним тоже в очень хороших отношениях, я тоже сейчас, вот учитывая этот момент, ну и по линии УВД, и так далее, я тоже приложу максимум сил, чтобы в этой ситуации каким-то образом завершить. А дальше будем разбираться. Городская власть сделает выводы, и абсолютно мы заинтересованы, чтобы было гармоничное общее взаимопонимание городской власти и наших горожан. То, что есть проблема, я ее не отрицаю. Будем, естественно, в рамках наших полномочий городских встречаться чаще. Мы рады, что наш коллега Станислав Коршунов сегодня на свободе. А в среду на улицу вышли женщины в белом, с цветами и призывом к миру в стране. Они выступают против насилия. Вчера брещанки пришли к Брестскому горосполкому и высказали свои требования председателю горосполкома Александру Рогачуку. В этот же день прошла встреча городского руководителя и начальника Ленинского РОВД Игоря Ананчука с коллективом Брест-газоаппарата, которые вышли на акцию протеста. Разговор был жестким. Работники озвучили свои требования, среди которых освобождение всех задержанных. Александр Рогачук пообещал разобраться. Как постфактум, Александр Рогачук в своем телеграм-канале отметил, что встретился с прекрасными людьми, имеющими свою гражданскую позицию, и подчеркнул, что все обращения уже в работе. Задача городской власти, цитата, «обеспечить гармонию и комфортную жизнь в городе». Конец цитаты. А также призвал горожан беречь себя и своих близких. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук-ТВ о других событиях. Онлайн-работа между представителями бизнеса продолжается. Очередная контактная биржа в формате B2B прошла в отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Ее участниками стали предприниматели Брестской и Ростовской областей. Какие направления интересны для обоюдного развития двум сторонам, и насколько практика проведения подобных открытых диалогов закрепится. Об этом и не только в следующем материале. Работа в формате онлайн продолжается и после периода пандемии, причем достаточно активно. Это подтвердила контактно-кооперационная биржа, которая прошла на площадке Zoom для представителей бизнеса Бреста и Ростова. В режиме онлайн более 20 потенциальных партнеров, которых интересуют самые разные направления деятельности. Это мероприятие очень интересно для многих представителей бизнеса. Хочу сказать, что сегодня в нем принимают участие порядка 13, может быть, даже и больше предприятий Ростовской области. От Брестской области заявилось на данное мероприятие 16 субъектов бизнеса. Мы неоднократно приезжали на Ваше мероприятие. Вы были в составе участия делегации Белорусской торгово-правочной палаты. Я так помню, когда приезжали министерские делегации. Поэтому думаю, что наша перспектива положительная. В таких условиях приходится нам адаптироваться. Но, тем не менее, уверен, что наши экономические связи не должны от этого страдать, а мы должны просто приспособиться. В Брестской области ростовских предпринимателей интересуют достаточно разные направления. Спортивный потенциал и химическая промышленность, строительство и транспортная индустрия, лесохозяйственное объединение и заготовка. Впервые в рамках онлайн-биржи были опробованы диалоги в личных кабинетах. Тет-а-тет. О том, что интересно по каждой отрасли в отдельности. К сегодняшему мероприятию проявили интерес порядка 16 представителей бизнеса Брестской области. Это как представители крупного бизнеса, представители среднего, представители небольшого бизнеса. По отраслевому принципу я обозначу здесь участников химической отрасли, строительства, стройиндустрии, производства сельхозтехники, лесное хозяйство. В Брестском отделении торгово-промышленной палаты еще запланированы аналогичные мероприятия. С их графиком можно ознакомиться на официальном сайте учреждения. Злободневная тема. Среди простых людей давно укоренилось мнение. Алкоголизм – это удел лиц без определенного места жительства и опустившихся личностей. Но вопреки этому утверждению, в стационар Брестского наркологического диспансера каждый день попадают люди, которых таковыми не назовешь. Возраст этих пациентов различен, но объединяет их один диагноз – алкоголизм. Как не попасть в лапы зеленого змея и не оглядываться на прожитую жизнь с сожалением? Мирослава Коваленко пообщалась с пациентами наркологического диспансера и попыталась понять мотивы такого социального образа жизни. 63-летний брещанин Николай Александрович знает коридоры и палаты Брестского наркологического диспансера как свои пять пальцев. Медперсонал ласково по-семейному называет его Колей. И неудивительно, ведь впервые он попал в эти стены еще в 2012-м, в который раз сейчас уже не вспомнит. А на вопрос «как так получилось?» Николай Александрович отвечает робко и с сожалением. После смерти сначала брат старший, потом папа, за папой мамой. Ну и как бы с этого всего я немножко запил. Ну и попал сюда, продал квартиру, ну дом, деревня. Жить негде. Ну, короче, запил, начал пить. У Николая Александровича три взрослых сына и внуки. Говорит, что все у него есть, кроме жилья. Потому наркологический диспансер уже давно стал для него домом, где и накормят и помогут справиться с пагубной привычкой, хоть и ненадолго. Сосед Николая по палате, Анатолий, тоже знаком медперсоналу. Мужчина здесь находится уже вторую неделю, и это в четвертый раз. Были запои. Запои были, пил, 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 пил. Знаю, что тут хороший медперсонал, люди хорошие утяги за запои. Обратился в ледонстационар. Ну, скажите, вы сами решили? Сам. Сам решил, в ледонстационар. Анатолий пристрастился к алкоголю еще в 20 лет, сразу после армии. В череде пьянок так и не успел обзавестись ни семьей, ни детьми. И винит во всем в первую очередь друзей. Друзья такие. Круг общения – друзья. То есть у вас друзья? Друзья, в принципе, не надо, я сам выбираюсь своих друзей. Так получается. Когда Анатолий свою проблему осознал, то на помощь пришли не друзья, а медперсонал Брестского наркологического диспансера. Хочу большое спасибо сказать этому персоналу, этого учреждения, этой наркологии. Особенно заведующему Сергею Александровичу за его отношение и понимание к нашим проблемам. И таких пациентов в стационаре наркологического отделения находится более 30 человек. И это всего лишь капля в Большом море под названием алкоголизм. В Бресте на диспансерном учете сегодня находится около 5000 человек, зависимых от алкоголя. В области – 39,5 тысяч. Есть такое правило Парета, или правило 80-20. 80% потребляемого алкоголя покупают 20% потребителей. То есть вот 20% населения, которое потенциально становится зависимым от алкоголя. Из этих 20% 3-4% становятся алкоголиками. В зависимости от алкоголя, по простому алкоголизму, это как бы индивидуальная реакция человека на прием алкоголя. Это только с экранов телевизоров смешно наблюдать за советской тройкой, Витцином, Никулиным и Маргуновым, герои которых почти всегда подшипывая. А в реальной жизни знаменитая фраза «губит людей не пиво» вряд ли веселит наркологов. «Их губит людей не пиво! Губит людей вода!» Сегодня алкоголизмом страдают как молодые люди, так и пожилые. Основная категория – это люди трудоспособного возраста от 20 до 60 лет. Есть и несовершеннолетние, но их единицы. В последние годы все чаще в поле зрения медиков стали попадать женщины. Если раньше на одну представительницу прекрасного пола приходилось 10 мужчин, то сегодня 5. То есть эмансипация проникла и в сферу алкоголизации. Женщины стали больше пить. Больше пить – это одно, но среди них стало выявляться больше алкоголезависимых. Говорят, что у женщин протекает алкоголизм как-то по-иному. Да никакого по-иному не протекает. Та же самая клиническая картина. Есть одна особенность – женщины пьют скрыто и не манифестно, как мужчины. Без криков, драк, попадания в милицию. Самое главное, говорят медики, это вовремя понять, что проблема существует. И если справиться с ней самостоятельно не получается, обратитесь за помощью в наркологический диспансер. И все для того, чтобы не сожалеть о бесцельно прожитых годах, как пациенты Николай и Анатолий, и не искать виноватых в своей загубленной жизни. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. Близится осень, сентябрь. Волнительное время как для родителей, так и для детей. Это первый месяц нового учебного года. Подготовку к школе многие начинают заблаговременно. Важно приобрести хороший рюкзак, форму, запастись тетрадями и канцтоварами. Сегодня площадки города предлагают достаточно разнообразный ассортимент канцелярских товаров. Работают и школьные базары, правда, немного в ином формате. Ждут ли уже занятия юное брещание и как готовиться к учебному году? Расскажем прямо сейчас. Юная брещанка Ксения Сербун в этом году идет в пятый класс. Событие волнительное для девочки. Это встреча с новыми учителями, знакомство с новыми учебными предметами и атмосферой средней школы. Свою подготовку к первому сентября Ксюша вместе с мамой начали заблаговременно. Рюкзак уже собран, а шкаф пестрит разнообразными блузами и рубашками. В этом году я перехожу в пятый класс. Это очень ответственный момент. И для этого я закупилась разными школьными принадлежностями. Например, как тетради, рюкзак, ручки, карандаши и разное другое. Да, форма – это неотъемлемый атрибут элегантного школьного образа. Предприятие «Панда» уже реализовало достаточно большое количество костюмов. Однако пошив продолжается. Как всегда, компания удивляет разнообразием представленных моделей и их вариациями. В этом году в тренде жилеты-сарафаны. Кроме того, в ассортиментной линейке появились трикотажные джемперы и капсульная коллекция для подростков. Школьная форма – это дресс-код. Мы знаем, что в дресс-коде негласно существуют какие-то правила, требования. Это определенные цвета, какие-то конструкции. Плюс, конечно, каждой модели мы добавляем нотку тенденции современности. То есть, если посмотреть нашу коллекцию, то мы всегда увидим, что это есть очень такая классика, всем знакомые. Приталенные силуэты и в то же время очень модные элементы. То есть, если на сегодняшний день, на 2020 год мы знаем, что в тренд зашли шорты, то у нас обязательно в коллекцию, ну, как бы, очень, наверное, модели 3-4 мы предоставляем шорты. Если сегодня молодежь предпочитает брюки с высокой посадкой карт, мы обязательно тоже в коллекцию включили. У нас есть такие две модели брюк – это высокая посадка, это складочки по талии. Хороший внешний вид во многом определяет уверенность маленького школьника. Именно поэтому коллекции капсульные. Разные варианты можно комбинировать друг с другом. Приобрести комплекты от панды можно как в крупных гипермаркетах, так и в фирменных павильонов. Формат магазинов сегодня в управлении торговли считают более приемлемым. Покупатель в спокойной обстановке может выбрать все необходимое. Плюс воспользоваться безопасными и удобными примерочными. Цены на школьную категорию товаров остаются в пределах прошлого года. На отдельные модели можно найти скидки до 45%. Брестский ЦУМ был остается одной из самых крупных площадок, где купить к новому учебному году можно все и даже больше. Специалисты распределили товары по категориям, чтобы покупателям было проще ориентироваться в ассортименте. От канцелярских товаров до рюкзаков и портфелей. От школьной формы до спортивной одежды. Продавцы-консультанты всегда помогут, подберут размер. У нас имеются комфортные примерочные для примерки одежды. Будем рады видеть в нашем магазине. Приходите за покупками. Однако интересы тех, кому школьные базары больше по душе, также учли. Торговля проходит по выходным на рынке, расположенном за бывшим когда-то комплексом «Юбилейный». Ассортимент приятно порадует изобилием товаров на любой вкус. Время, чтобы найти то, что будет по душе, еще есть. Август – это не только подготовка к школе. Это также начало сезона любимых всеми лакомств – дынь и арбузов. Ученые установили, что именно в это время года в бахчевых содержится больше всего полезных сахаров – глюкозы и фруктозы. А это значит, что дынь и арбуз могут легко заменить любой калорийный десерт, что особенно оценят те, кто склонен набирать лишние килограммы. Как выбрать вкусное лакомство и во сколько обойдется полезный фруктовый десерт? Ответ искали наши корреспонденты. Бреский рынок – это одно из тех мест, где сегодня можно без труда собрать все самое вкусное и свежее – на завтрак, обед или ужин. Сезон овощей и фруктов в разгаре. Но согласитесь, самое ценное место сейчас отведено – арбузу. Зеленый красавец впечатляет размерами и вкусом. Арбузы в это время привозят из разных стран. Но продавцы отмечают – слаще казахстанских сейчас не найти. Если где-то уже чуть-чуть придавлен, где-то он придавился, если он лежит долго, то он будет внутри закишен. Понимаете? Вот в первую очередь на это обращаю внимание. Ну, обращаю внимание еще на форму арбуза. На бочок, может быть. Такой, чтобы не очень большой, если он очень уже желтый такой. Но сейчас в ранних сортах их нету, таких желтых. Когда он очень желтый и долго задержавшийся, он может тоже быть такой немножко рыхловатый. Наталья Михалюк торгует арбузами уже больше 15 лет. Опыт солидный для того, чтобы отличить хороший фрукт от его не совсем приглядного аналога. Кстати, обращать внимание, наша собеседница рекомендует и на вес плода. Если арбуз большой, но легкий, значит перезрел. А хвостик не должен быть сильно сухим. Надломанный отросток лучше многих других критериев скажет о том, как долго и где лежал арбуз, прежде чем попасть на прилавок. Кстати, действуют здесь и правила клиента. Желание покупать, если он хочет, можно вот надрезать. Вот показать, что если она хочет, это желание покупать. Вот такое пожелание покупать. Потому что навалила должны, если требует надрезать. А если не требует, значит... А вот выбирая дыню, обратить внимание нужно на другие критерии. Размер плода должен быть достаточно большим. А носик иметь определенное очертание. Продается дыня торпеда узбекская. Она очень сладкая, вкусная, медовая. Мы выбираем ее, чтобы был сухой хвостик, немножко мягковатый носик. Сладкую, вкусную. Приходите, выберем с удовольствием. Кроме того, арбузы и дыни особенно полезны для здоровья. Медики уверяют, что в их составе есть такие микроэлементы, которые помогут сохранить молодость, а также благоприятно сказываются на работе сердца. Это очень полезно для организма, так как они содержат большое количество воды, обладают мочегонным эффектом, выводят лишнюю жидкость из организма, снижают тем самым артериальное давление у гипертоников. Придающий дыне желтый цвет, бета-каротин, защищает кожу от ультрафиолета, помогает нам получить красивый загар. В арбузе содержится много фолиевой кислоты, что незаменимо в период беременности и лактации. Теперь, зная несколько нехитрых правил, можно смело отправляться на поиски тех самых сезонных фруктов. Кстати, цена на арбуз начинается с 1 рубля 80 копеек за килограмм. Стоимость килограмма дыни – у 3 рублей. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БукТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Не забывайте, канал БукТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, желаю вам добрых новостей в ваших домах. И, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова